Здравствуйте, коллеги. Спасибо большое, что пришли, что можно перед вами рассказать про нашу компанию, про нашу деятельность. Сразу у меня вопрос такой есть. Все ли понимают отличие между мобильным шлемом виртуальной реальности и шлемом виртуальной реальности для ПК? Да. Я почему спрашиваю, потому что порой бывает забавно, ты минут два рассказываешь про то, как вы делали электронику, лазерно-оптические схемы, конструктив, насколько это все тяжело было. В конце тебе говорят, а зачем вы делали российский шлем, ведь есть уже фибрум, например. Телефон ставилось, все работает. Я хотел бы сначала рассказать про деятельность нашей компании, про то, чем мы занимаемся конкретно. Мы уже существуем более трех лет. У нас на данный момент работает 20 сотрудников. Это в большинстве случаев инженеры, электронщики, оптики, математические программисты. Многие наши работы уже запатентованы, есть научные публикации. На данный момент у нас два офиса разработки. Один находится в Москве, офис электроники находится под Жуковом, вернее, под Калугой в городе Жуков. Значит, так, сейчас не привык еще к кликеру. Наши компетенции и возможности. Вообще, я хотел у вас узнать, есть ли у вас понимание того, какая основная составляющая шлема виртуальной реальности? То есть, его ядро в чем состоит? Это оптический прибор. Самое главное в нем – это оптическая схема. Оптическая схема шлема состоит из глаза пользователя, линзы, дисплея и виртуальной проекции. Я просто хочу рассказать вам про цикл разработки немного, как мы делаем свои устройства. То есть, все начинается при проектировании шлема, начинается с проектирования оптической схемы, которая и задает общий габарит устройства. Ну, например, если оптическое расстояние линзы, фокусное расстояние линзы составляет 40 мм, то внутренняя часть шлема уже будет не меньше 40 мм. Как правило, это уже будет около 60 мм, потому что нужно закладывать место под плату. После того, как оптическая схема определена, идет уже проектирование электроники. И ее габаритов, и ее формы. И на это уже натягивается дизайн. Как правило, вы, наверное, заметили, что большинство шлемов виртуальной реальности, они выглядят одинаково. Это смотрится, как такое кирпичное лице. В принципе, когда ты в Гугле вводишь VR-шлем в картинках, у тебя все выглядит одинаково, ничего не выделяется на этом фоне. Поскольку такая проблема существует, потому что, опять же, все зависит от оптической схемы устройства, от ее внутривека. Она как бы задает суть прибора. И нельзя на шлеме, получается, у производителей навешать много бутафории или так называемого псевдофункционала. Его нельзя сделать больше, например, сделать громадный, как у хищника, например. Потому что, ну, это все будет лишнее, это будет тяжело, еще будут провода вниз тянуть. И поэтому, как правило, все шлема, они очень похожи друг на друга, там, отличаются цветом и какими-то там небольшими полосочками, например. Сейчас расскажу про нашу продукцию. На данный момент мы готовим анонс префинальной версии нашего шлема. Называется Один. В чем его отличие от текущих шлемов на рынке? Это высокое разрешение, плотность пикселей. Это 1008 пикселей на дюйм. Разрешение будет 2К на глаз. К сравнению у текущих шлемов Windows MR, разрешение на 10440 на глаз. И плотность пикселей около 800 на дюйм, если не ошибаюсь. Также, наконец-то мы, можно сказать, доделали свой лазерный позиционный трекинг. Называется Horus. И шлем его будет поддерживать. Поддержка таких платформ, как SteamVR и нашего собственного СДК. Хотелось бы сказать немного про наш СДК. Возникает очень много у нас таких есть клиентов, которые делают контент российский, делают его для тех же МЧС, для грифованных объектов. И они на них не имеют права устанавливать Oculus или SteamVR, поскольку это, по сути, расстрельная статья. Если ты ставишь, например, SteamVR, Oculus, они сразу бегут в интернет, что-то скачивают, какие-то логи отправляют. А если вы представляете, это будет на грифованном объекте, который будет ломиться в интернет. Это просто невозможно сделать. Также все, как правило, оборонные предприятия, они работают на операционной системе Astro Linux. Это система российской разработки на базе Linux, на которой делается весь контент. Наш СДК будет поддерживать Astro Linux и, соответственно, будет позволять разработчикам контента пользоваться нашим СДК и нашим железом. Подскажу немного про наш лазерный позиционный трекинг. Он называется Horus, как я уже говорил. Он похож на аналог американский от компании Valery, который называется Lighthouse. Но есть отличия. У Lighthouse есть ограничения по площади сканирования, то есть по площади трекинга. На данный момент это около 100 квадратных метров. В Horus изначально была задействована другая архитектура. Мы изначально за него заложили возможность масштабирования, то есть неограниченного масштабирования. Вы можете хоть и футбольное поле трекать, можете там 20 гектар затречить. Все зависит от количества расставленных базовых станций, которые вы захотите. Это наш экспериментальный проект. Мы его называем сварок. Это шлем с увеличенным углом обзора и также 8К изображением. Общий угол обзора с поворотами глаз составляет 220 градусов, что полностью охватывает периферическое зрение человека и, соответственно, позволяет лучше всего погрузиться в виртуальную реальность. Такой шлем у нас сейчас ждут от нас производители авиационных тренажеров, поскольку у них есть, так скажем, свои ГОСТы, на которые они основываются. Что конкретно? Им нужна высокая детализация кабины самолета внутри шлема. Например, текущий Oculus или HTC Vive, он не позволяет им видеть приборную панель, считывать с приборной панели показатели, поскольку из-за пикселизации. На этом даже есть ГОСТы. Ну, не для виртуальной реальности, а вообще, то есть для кабины самолета. Если пилот сидит на своем месте, смотрит на приборную панель, он должен на этом состоянии отлично считывать показатели. Текущие шлема западные не позволяют это делать. Плюс, опять же, вышеупомянутую проблему по поводу астролинукса, SDK, и, конечно же, им нужен большой широкий угол обзора. Вот, например, буквально месяц назад у нас проходила встреча с представителями ВКС РФ, это УКБ Сухой, Липецкий авиацентр, это представители Института Миля, представители компании «Динамики» и представители гособоронзаказа. На этой встрече решалось, насколько актуально делать авиационные тренажеры в формате виртуальной реальности, да? То есть, насколько это эффективно для обучения. Там также были представители центров сертификации таких тренажеров, которые тестируют их эффективность, определяют, насколько этот тренажер плох или нет. Суть в том, что если текущие комплексные тренажеры, которые, знаете, трехэтажные, дом высокие, здоровые, даже они имеют ряд ограничений. То есть, проблема в том, что пилот, когда проходит обучение в таком тренажере, он все равно забывает какие-то вещи. В общем, привлекает именно к тренажерам, когда садишься в настоящий самолет, то там уже совершенно другая картина. Когда пилот тренирует совершенно виртуальной реальности, то картина еще хуже. Но есть свои плюсы, как мы выяснили. Проблема дорогих комплексных тренажеров в том, что, во-первых, они, конечно же, очень дорого стоят. Такие тренажеры требуют высоких ангаров, много электричества, обслуживания в виде оператора дополнительного. И как там происходит все обучение? В общем, операция тренажера говорит летчику, что вот я сейчас зову тебе вот такой момент, там, вот, ты там уходи, вираж от меня. В общем, все заранее, весь сценарий проговаривается. Невозможно отыграть какие-то тактические маневры. На этих тренажеров невозможно лететь звеном, например. То есть, мультиплеер, по сути, его нет. Виртуальная реальность позволяет пилотам звеньями отрабатывать тактические маневры. Текущие тренажеры этого не позволяют делать. Соответственно, применение виртуальной реальности в данном случае эффективно, с ограничениями, но для отработки маневров. Также хочу сказать, что на той встрече были военные медики. И, конечно же, мы свою продукцию будем проводить через них. Будут проводиться тесты, не только, например, какие-то на оптику, да, там, то есть, сколько можно просидеть в виртуальной реальности, 15 минут или час, или с какими ограничениями. Также воздействие на пилота с точки зрения психологии, психосоматики и прочих, прочих моментов. Область неприменения, в принципе, вот Денис уже очень подробно описал. Нет, добавить мало, что есть. Разве что недавно мы были на встрече в фонде перспективных исследований. Они собираются делать следующую разработку, так называемая прозрачная броня. Что конкретно под этим имеется в виду? У тех же танков, самолетов, подводных лодок, у них есть уязвимые места. Даже если у танка есть маленькое окошко, то все равно это уязвимое место. Прозрачная броня подразумевает под собой следующее, что в танке будут стоять капсулы, как, например, в «Арманте». Не будет никаких окон маленьких операторов, пилот этого транспортного средства будет ехать, управляя средством, через шлем, какой-то визор и прочее. И ему будет насквозь видно, что происходит за бортом. Есть подобная сейчас разработка для самолета М-35 шлема, который стоит полу-самолета, наверное, который позволяет видеть пилоту, что происходит за бортом. Вот сейчас наш Минобород пытается сделать такое же. Это список паркомпаний, партнеров, с кем мы и работаем, и которые ждут нашу продукцию. Это, в принципе, я тоже перечислил многих, в том числе это много компаний, входящих в гору структуру «Роскосмос». Это авиатренажерные компании, и также это, конечно же, бизнес, развлекательные центры VR, образовательные центры. Ну, к примеру, кейс от Московского центра качества образования, они делают следующее. Они проводят испытания учащихся, то есть они проверяют качество их полученных знаний. Например, в случае химии или каких-то тяжелых, опасных уроков или, не знаю, кейсов, не всегда можно испытать учащихся. Для этого они делают уроки в своей виртуальной реальности. Например, они создают виртуальную лабораторию, где студент, например, может быть, учитель, который прошел аттестацию, он смешивает элементы опасные и смотрит, что произошло. Так, теперь к более интересному. Концепты, прототипы. Здесь расскажу о том, как мы обычно экспериментируем, к чему это приводит, и как это выглядит. Значит, около года-полтора, полтора года назад мы решили сделать по нашей запатентованной оптической схеме самый маленький шлем виртуальной реальности в мире для компьютера. Этот шлем, то есть проблема была какая? Какую проблему мы хотели решить? У обычных шлемов это маленький угол обзора и большой габарит самого прибора. Что мы хотели сделать, чтобы шлем был не шлемом, а чтобы это были очки. Как видите, в разрезе поперечном толщина шлема получается 3 сантиметра. А угол обзора 150 градусов. У обычных шлемов, к примеру, угол обзора составляет 100 градусов по диагонали, и разрез поперечный составляет около 5 сантиметров. Вес, вот написано, 230 грамм. Он у нас такого устройства составил. Возникли проблемы при производстве оптики, но оптическая схема подтвердилась и требует доработок для того, чтобы вывести это на уже более промышленный уровень. Это сравнение этого шлема с HTC Vive по габаритам. То есть, в принципе, заметно, что HTC Vive около... Ну, примерно в два раза он толще. И где-то в два с половиной раза тяжелее. Дальше. Мы захотели... Вот я уже озвучил проблему, что все шлема, они, как правило, выглядят как кирпич, висящий у тебя на лице. Мы наняли очень крутую команду промышленных дизайнеров и захотели поэкспериментировать с дизайном будущего прибора и сделать его более в таком стиле киберпанк. Мы проводили очень много итераций по дизайну. Здесь я выбрал такие, ну, более успешные моменты, которые они на лице нам представили. Хочу сказать, что к дизайну этих шлемов был привлечен один из художников, который рисовал Call of Duty. Смотрите, здесь очень интересный момент. У шлемов виртуальной реальности для ПК есть проблема, то есть, или такой очевидный минус, это провод, который тянется, который постоянно мешается, и все говорят, блин, куда бы его деть. Здесь мы решили провод сделать не минусом, а преимуществом. То есть, провод — это нечто, такую возможность человеку стать суперчеловеком, со сверхспособностями, которые подключают тебя к матрице, к каким-то невероятным мирам. Это вот более такой агрессивный дизайн уже. И мы плавно переходим, мы называем дизайн шлем, повстанческий шлем. Это вот вариант сбоку, то есть, опять два варианта с укороченным. Это был второй вариант, вот это второй вариант дизайна, он более такой, ну скажем, в стиле робота сделан. Выглядит тяжело, то есть, как будто он металлический. Когда нам представили эти варианты, они, конечно, были крутыми, мы сказали, вау, да, давайте их делать. Но потом, прикинув, мы решили, что мы просто не сможем их сделать в жизни такими же, как они выглядят на картинке. Это очень тяжело сделать их, сделать, чтобы они выглядели не бутафорно, чтобы они не выглядели, как какой-то там трансформер, сделанный в Китае, который стоит 200 рублей, да, то есть, как будто дешевого пластика. Для этого нужна другая технологическая база, это какие-то технологи, специалисты, компетенции. В России практически ничего такого нет. Ну, к примеру, если вы поедете в Китай и захотите заказать просто упаковку хорошую, у вас на выбор будет 100 вариантов картона. В России два варианта. Гофрированный и белый гофрированный. Это, ну, как сказать, финальный вариант этих концептов. Они так и остались пока концептами, но мы к ним вернемся. Это повстанческий вариант и вот просто мы назовем его вариант. Да, кстати, по поводу киберспорта, здесь недаром написано, мы все-таки считаем, что киберспорт, он действительно имеет большую перспективу и однажды мы все будем заниматься спортом в виртуальной реальности. Даже более того скажу, что мы на факультативе сделали один такой интересный проект. Буквально за неделю набросали велотрассу, привязали свои датчики к педалям велотренажера, надели шлем и поехали. То есть снимаем с велотренажера с датчика скорость, вращение педалей. Запустили там ботов, которые тоже едят, человек обгоняет их. И уже получили очень положительные фидбэки от профессиональных спортсменов. И сейчас уже начинаем прорабатывать вопросы о тестировании продукта в фитнес-клубах или сайкл-клубах. Меня просили добавить трэш. Я добавляю трэш. С чего все начиналось? Небольшая история. 2015 год. На самом деле немного раньше началось, но в принципе сама движуха началась в 2015 году. Все как обычно. Это что-то вроде было гаража такого. По сути, это была комнатка в цеху знакомых, куда был закуплен 3D-принтер с Алиэкспресса, и на котором печатались первые прототипы, которые тоже были как-то там от руки нарисованы. Тогда было два человека всего. Не было абсолютно никаких компетенций, которые бы позволяли сделать какой-то профессиональный шлем. Даже более скажу того, не было компетенций в том, чтобы понять, что мы делаем вообще в принципе. То есть это тоже заняло время. Первую версию устройства мы сделали не на своей электронике. Мы купили готовые платы на Алиэкспрессе. Это дисплей плюс контроллер к этому дисплею. Это плата трекера. Это линзы купленные. Все, что мы сделали, в данном случае, это корпус, который мы напечатали, отлили, и получился шлем. На тот момент это тоже в России произвело фурор. Мы получили поддержку от Московского института, который попросил нас сделать партию таких шлемов, 100 штук. И затем мы даже с этим шлемом в Японию ездили, в Москве. Вот так он выглядит, кстати. В Москве выступали на открытых инновациях. Это, кстати, вариант с нейрогарнитурой, которая мысли считывает, можно сказать. Это была первая проба пера. Там было понятно, что, конечно, это все уровень самоделкиных, потому что покупать китайские платы с чужой прошивкой и прочее, это просто днище, как говорят. Росли компетенции, понимание росло, и мы понимали, что нужны другие люди в команде, нужны программисты, нужны профессиональные оптики. Мы начали привлекать их, расширяться, все перерабатывать, по сути, все создавать с нуля. Мы привлекли в команду оптика, которая входит в топ 200 мировых оптиков-лазерщиков. Он раньше работал на Рязанском приборостроительном заводе, делал шлем на шлем, ой, на шлемную индикацию для вертолетов, что такой шлем у них есть. И вот, например, сейчас его система лазерного целеуказания тестировалась в Сирии. Теперь он работает у нас. Также мы привлекли в команду технического директора, по сути, это старший инженер-электронщик. Он раньше участвовал в разработках Хибин. Ну, наверное, все знаете, кто это такой Хибин. И также человек, который у нас сейчас пишет системный софт, это прошивки, он также параллельно пишет прошивки для бортового компьютера ПАКФА. Раньше писал для Су-35. В общем, это была первая такая, скажем так, наша самоделка. Мы пришли к тому, что сделали первую свою, полноценную свою версию шлема. В нем была сделана и электроника, своя российская прошивка, прочая оптическая схема. Даже, я извиняюсь за выражение, как мы это называем, подморник. На шлеме есть такая прокладка пролоновая, которая прилегает к лицу. В общем, все было сделано в РФ. Я бы хотел подробнее рассказать про проблемы, с которой мы столкнулись. По сути, мы проползли на брюхе путь производства в России и ощутили на своей коже, насколько это тяжело, насколько трудно даже купить подходящий маленький винтик в России. Его нельзя купить. Проблема возникла, основная, конечно же, в том, что корпуса, которые мы делали, пластиковые, он от корпуса стоял около 8 деталей в нем было. Чтобы сделать пилотную серию, например, из 50 штук, конечно же, мы не будем заказывать производство стальной, пресс-формы, стоимость которой будет составлять от 500 тысяч рублей. И срок фазировки такой формы может состоять месяц, два, три, смотря как пойдет процесс. Чтобы сделать набор пресс-форм для такого шлема, это нужно около 10-12 миллионов рублей и по времени полгода. И на выходе еще непонятно, что получится, если делать опять же в России пресс-формы. Мы пошли другим, более быстрым путем. Это метод литья корпусов, литья в силиконовые формы. То есть делается мастер-модель на фотополимерном принтере высокоточной. Она формуется в силикон, затем вынимается из него, и туда заливается пластик, который полностью повторяет модель, которая в нем была заложена. Мы обратились в компанию, которая нам пообещала все сделать за какие-то бешеные деньги, но быстро, за две недели. У нас на этот заказ шлемов, ну на эту партию шлемов уже были заказы предзаказчики. Корпуса мы в итоге получили через три месяца. Заказов уже, конечно, не было. И то качество, которое мы получили на выходе, оно было ужасным. Из-за того, что не было до конца, не было до конца обработана мастер-модель, были шероховатости, не работала механика, невозможно было регулировать межзрачковое расстояние между линз. И, ну, по сути, это было непригодное устройство, ну, может быть, только для некоторых задач. Мы, опять же, возвращаясь к этой проблеме, мы столкнулись с тем, что стоимость комплекта как пластиковых деталей на один корпус составляла 17 тысяч рублей при обращении в компанию. Ну, представляете, вы покупаете шлем, который, как правило, например, около стоит 25 тысяч рублей. Из него только 17 тысяч рублей стоит пластик. Ну, это просто безумие какое-то. Мы долго думали, как нам выкручиваться из этого. Мы решили освоить эти компетенции сами. То есть помимо оптики, электроники и программирования, мы решили делать сами корпуса. К чему это привело? Мы сделали небольшой литейный цех у себя в офисе, купили нужное оборудование, мы прошли курсы в течение месяца, нас обучали литить, корпуса, мы занимались этим. И если 17 тысяч рублей стоит при обращении компании, себестоимость, ну, то есть стоимость одного комплекта, если мы делаем это сами, стоимость 1000 рублей. То есть, представляете, какая наценка. Ну, и при этом плюс в том, что у нас хотя бы авторский надзор, если мы сделаем так, как захотим. Так, и сейчас, как бы, к самому наболевшему. Это, конечно же, да, трудности в РФ, когда ты делаешь железку, это просто какое-то безумие. Вот если делаешь софтварный проект, здесь порог входа меньше, ты ошибки можешь быстрее исправить и сразу видеть результат. В РФ, когда ты делаешь хардвер, все наоборот. Если раньше, в советское время, да, у нас были технологические предприятия, те же оптические заводы, на хорошем уровне были тот же «Зенит», «Загорский оптикомеханический завод», который сейчас все ходят в концерны, «Швабе», то сейчас в России невозможно сделать обыкновенную линзу Фринеля. То есть можно, но это стоит невероятных каких-то денег, времени, и опять же на выходе ты не знаешь, что получишь, или получишь вообще, или заказчику это сольется. В общем, у нас был разговор с «Зенитом», нам сказали, что если вы хотите сделать линзу, мы вам откроем производственную линию, это будет стоить 40 миллионов рублей. И, конечно же, там по времени, что-то было около полугода, что ли. Мы обратились в Китай, они просто могут вытащить линзу по нашей 3D-модели, по нашему ТЗ, это будет стоить 100 долларов. Неделя по времени. Ну, то есть, представьте, да. С Китаем, конечно, тоже все неоднозначно, потому что китайцы очень любят удивлять. Ну, это как такая, знаете, свинья на экстазе. Вот мы... Мы нашли вроде бы такой очень авторитетный оптический завод в Китае. Дали ему задание техническое. Говорим, вот у нас есть форма линз, как раз под шлем сварок. Нам нужно, чтобы вы рассчитали сами линзу. Чтобы не мы рассчитали, а вы ее рассчитали. Какая у нее будет толщина, там преломления разные, материал какой должен быть, какой марки, по ММА и прочее, прочее, прочее. И отрезеровали ее, и прислали нам сэмплы. Они, да, хорошо. Расписали первое, второе, так сделаем это, это так, это так, это так, это так, доставим, все будет сделано четко, четко. В общем, там не всегда как бы все отлично по словам. Мы заплатили за это что-то около 50 тысяч рублей за такой эксперимент. Нам прислали через полторы недели линзу. Это был просто по нашей заданной форме отрезерованный кусок оргстекла, который не имел никаких диоптрий за 50 тысяч рублей. Такой кусок, да, примерно вот такого размера. Конечно, когда китайцам говорил про то, что ребята, что вы сделали, зачем вы мне там отрезеровали, непонятно что. Мне нужно, чтобы здесь было фокусное расстояние какое-то, да, там, там, уровень, там, проницаемости света, 98 процентов, например. Они вот, знаете, так, сжимают плечами и, как бы, о чем ты говоришь вообще? В России заказали тоже линзу для эксперимента на Загорском оптико-механическом заводе под Москвой находится. Здесь другая ситуация. Пока шло согласование этой линзы, прошло около полутора месяцев. То есть мы отправили 3D-модель, мне потом позвонило человек пять разных, что-то постоянно спрашивали, я уже не понимал, с кем я общаюсь, и что вообще происходит. Полтора месяца мы это согласовывали. Вот государственный завод. Два месяца потом мы ждали, пока они вытащат нам две маленькие линзочки. Прошло два месяца, нам присылают деревянную коробку. Я достаю, там лежат две линзы стеклянных. Почему-то они были желтого цвета. Это тоже стоило в районе 70 тысяч рублей и около трех с половиной месяцев ожидания. Для сравнения в Oculus, например, или в HTC Vive, где делают шлема, у них стоит прямо в их R&D лаборатории ультрапрецизионный фризерно-токарный станок, и они могут чуть ли не каждый день делать итерацию по линзе. Они что-то исправили, хоп, раз, фрезеровали. Исправили, фрезеровали. Каждый день новая итерация. В России три с половиной месяца. То есть, ну, если знаете закон Мура, да, то, что каждый там год, сейчас уже, по-моему, каждые полгода уменьшается размер чипов, и, по сути, каждые полгода нужно выпускать новый продукт. То здесь мы только одну итерацию по линзе три с половиной месяца ждем. Естественно, это не решение. Мы решили искать все-таки более надежных партнеров в Китае. Значит, долго-дорого и некачественно рассказал. Да, еще примеры. Вот у шлема есть, например, ремешок, да, который держит его на голове. Мы думали, ну, ну, вот это-то точно можно в России. Ну, как же. Ну, красиво, чтобы было на уровне HTC, там, ну, там, дублирование материала сделать, там, как-то ножом вырубить его, ну, там, нет. Мы заказали шитье ремней, и это выглядело, ну, ну, такой, знаете, Пикассо-вариант HTC-ремня, какие-то швы вот такие. Ну, просто ужас, в общем. В итоге мы какое-то решение нашли, самое простое, чтобы это выглядело минимально, но достаточно для работы. Значит, то же самое я говорил уже, например, мы хотели купить для сборки устройств маленькие винтики, да, в России их тоже не продают, нужно заказывать в Китае. По сути, все нужно заказывать в Китае. Вот даже мы хотели сделать красивую упаковку для своего первого шлема, ну, такую как в Окулусе, чтобы она была такая, из толстого картона, такая черного цвета, чтобы там приятно пахло пластиком, например, когда открываешь ее. Оказалось, что, чтобы сделать такую коробку, нужно 5000 рублей за штуку платить, за коробку. Ну, это опять же, в России. то есть, нам пришлось в данном случае купить обычные коробки из гофрокартона белого, ну, и как бы остаться таки минималистичную версию сделать, сделать нажименты из поролона, вот, но зато была стоимость 150 рублей за коробку. Если, опять же, вы едете в Китай, там вот есть, например, много видов так называемого духов, которые впрыскивают в каждую упаковку при упаковке каких-то гаджетов, да, вы когда открываете коробку, там может как-то приятно пахнуть, этот, эти тухи или дезодоранты называют, они уменьшают, ну, как бы, токсичность запаха от свежего пластика и добавляют приятный запах. Другая проблема это импорт электронных компонентов. Опять же, свежие с последними событиями, санкциями, вот есть такой американский сайт DGK, наверное, если кто занимается электроникой, знает об этом. Сайт не дешевый, но он очень удобен для того, чтобы заказывать электронные компоненты для прототипирования, когда тебе нужно не там 2000 штук, а там 5-10, и это достаточно быстро приходит. Проблема в том, что когда мы каждый раз пишем туда, отправляем заказ, мы говорим, вот мы готовы платить, все нормально, напишут, а вы из России? Типа, а чем вы занимаетесь? То есть, а давайте подпишем бумагу. Я подписывал много раз такие бумаги с Sharp, с DGK, с американской компанией Analogix есть, в которой ты пишешь, что мы не имеем отношения к военке, эти устройства, собранные с этими электронными компонентами, не будут продаваться на территории Крыма. Я такой, ну да, да, там подписываешься, мы, конечно, ничего никому не скажем, вот. И, по сути, вот каждый раз, когда мы хотим что-то купить в DGK, мы проходим какое-то собеседование, как будто с СРУшником, прям допрашивают конкретно, что ты, куда, зачем. Я думаю, ну мы же что-то секретно не покупаем, то есть, ну, мы платим бабло вам, возьмите, дайте нам наши компоненты, если они продаются в рознице, то в чем проблема? Ну, это даже такое есть, такая есть проблема. Опять же, конечно же, это риски логистические, да, риски таможенного оформления, вот, например, мы заказали чипов, небольшое количество, может быть, тысяч на 10 рублей, в РУ, где-то около 20 тысяч рублей, через Федекс, они нам приходят, и нам говорят, что нужно оформлять, там можно делать растаможку, окей, хорошо, будем делать, нам говорят, вам еще нужно сделать описание каждого компонента по какому-то там нормативу, там, по каждому компоненту заполнить 10 там листов каких-то, а есть компоненты, которые требуют сертификата, сертификат тебе еще нужно купить, а он стоит около 5-8 тысяч рублей, и ты покупаешь чипы, которые в сумме там стоят 20 тысяч, и тебе нужно заморочек делать еще на 50, и по времени, вместо того, чтобы через полторы недели получить твои электронные компоненты, ты проводишь с этим 3 месяца, оттанешь от конкурентов, опять же, ничего не сделаешь, и это ужасно замедляет разработку. Также вот есть сложность в кадрах. Вообще мы стремимся в компании сделать симбиоз сотрудников молодого поколения и советского поколения. Мы считаем, что люди советского поколения, они с таким более фундаментальным научным подходом относятся к работе, поэтому у нас как-то так 50-50 получается, люди постарше, они такими старожилами являются для молодых консультантов, а молодежь, они так гонят вперед, там делают эти быстрые итерации по аджайлу. И да, например, когда вот там у нас сейчас есть новый сотрудник, он раньше работал в РКК энергии, делал какие-то расчеты для МКС, там что-то еще, у него там около 30 лет опыта математического, он там, ну, какие-то работы, книги пишет, у него там много запросов к нему обращается. Мы когда ему дали задачу простую, почитать, почитать дисторсию линзы, он встал в ступор, то есть, он начал применять какие-то способы, которые, по идее, нормальные, но чтобы этот способ применить, нужно где-то год потратить. И через год ты только поймешь, насколько этот метод был правильным, то есть, ты можешь год проработать впустую. И вот приходится вот таких вот людей с таким подходом, конечно, как-то переучивать, чтобы они более по аджайлу утратили день-два на проверку своих гипотез. Либо порой приходит, вот сейчас есть такая молодежь, они закончили вуз и такие, мы все знаем, в общем, там это все легко, там это ерунда, это сейчас мы все сделаем. В итоге, такие тоже все запарывают, и становится только хуже, порой. Тем не менее, мы прошли такой, а, всего? Да, ладно, конечно же, это небольшая финансовая поддержка от фондов, если мы технологическая компания, у нас, например, 20 человек, ну, получить грант на 5 миллионов рублей от Сколково, и который ты только, по-моему, около полутора-двух миллионов можешь потратить на зарплату, это просто тебе ничего не даст. Мы постоянно слышим от правительства, что у нас будут инновации, развития, какие-то там миллиарды рублей вкладываются в поддержку технологий, ни одной копейки ни разу не видели. Куда не обращаешься, просто там, ну, глаза отводят и ничего не знают об этом. Инвесторы в России тоже про хардвер, ну, они не верят в него просто, это какой-то, в России, по сути, там, по пальцам можно пересчитать успешные, конечно, стартапы, которые делали хардвер, это, ну, Йота, если можно назвать успешным, при 80 тысячах проданных штук, и вот есть московский WayRay, который делает лобовую, для лобовухи автомобиля индикацию. Ну, и, конечно же, все эти перечисленные проблемы, они замедляют разработку, это очень сильно замедляет итерации, вместо того, чтобы, вот понимаете, еще в чем проблема, мы, например, сделали ошибку в печатной плате, да, она, может быть, ее исправить, занимает 5 минут вот вальчами, где это проектируется, но, чтобы увидеть результат, нужно дождаться около 3-4 недель, пока эта плата произведется, пока это приедут чипы, пока тебя там ЦРУшник допросит, для чего тебе эти чипы нужны, потом этот монтаж пройдется, потом перепишется прошивка, и ты только через 3-4 недели включишь и поймешь, исправил ли ты проблему или нет, вот в случае софта, например, ты ее за 5 минут справил, ты тут же увидел результат, а тут помимо того, что все вот так вот долго, дорого, и ты как бы еще не имеешь права на ошибку в данном случае, так это уже было, это наша промежуточная версия 1DK2, она была в 2017 году, как видите, она без поддержки позиционного трекинга, вот имеет разрешение как у текущих шлемов Windows SMR, мы его показывали, пиратная армия 2017, пилот War Thunder летал, это прототипы наших майков лазерного трекинга Horus, и, ну просто просили кишки какие-то показать, я показываю, значит, это крышка, прототип крышки, вот расставлены на нем фотодиоды, трекинг происходит, работа последовательно, по технологии P3P решается проблема, за счет этого определяется положение пространства, то есть, лазерные майки, они по X и Y частотой 60 раз в секунду рисуют такие горизонтальные полосы Y и X, по фотодиодам они попадают, проезжают по ним, там высчитывается дельта, за счет этого, в общем, получается определить положение пространства, более точно не смогу сказать, я не математик, это второй прототип крышки, то есть, это вот плата управления на базе PLEAS, сделанная, это новая версия Майкан, сейчас, и вот шлем, который я вам показал в начале, готов ответить на вопросы, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо за доклад. Вопрос такой, вот шлемы сейчас, там, гонятся за разрешением, там, 2К, 4К, 8К, есть ли в этом необходимости, не уперлись ли вы уже, первое, в разрешающую способность глаза, а второе, нет ли при этом чувства синтетики от картинки? Потому что, когда смотришь 4К какое-нибудь видео, да, вот, ощущение, что вживую ты видишь несколько иное. Вот, насколько это оправдано? Ну, это первый вопрос, ну, и второй сразу задам, с корейцами не пробовали по оптике работать, потому что они в этом плане молодцы, и я думаю, что это будет что-то среднее между Китаем и Россией, по крайней мере, лиза, они вполне умеют делать. Всё, спасибо. Спасибо за вопрос. С корейцами нет, не пробовали, но спасибо за наводку, попробуем обязательно. Мы пока что всё-таки рассчитываем на наши российские силы по расчёту именно самой оптики их 3D-моделей и затем уже отправлять их на производство в Китае или в ту же Корею, ну, скорее всего, в Китай. Значит, по поводу разрешения, значит, то, что картинка выглядит синтетически, это на разрешении какого? 4К, да? Так, ну, глаза, если я помню, разрешение 20 мегапикселей, 20К, что-то того. Конечно же, мы в разрешающую способность глаза ещё не уперлись. Есть проблема, то, что Денис уже говорил, это видеокарта не успевает догнать шлема, и одно из решений в данном случае является «Айтрекер», который мы, кстати, мы тоже сейчас делаем, он позволяет рендерить изображение на максимальной точности, на максимальном качестве в том месте, куда смотрит человек. Остальное пространство, оно будет более размыто, то есть, как в жизни, да, вот у вас стереозрение наиболее острое, это 15 градусов, затем уже размывается, размывается, и 30 градусов на периферии, вы уже в принципе особо не видите то, что происходит, глаз видит, у вас периферическое зрение, оно черно-белое вообще, мозг ассоциативно сам отрисовывает, его разукрашивает, и по в общем, по тому, что он видит, как-то дает вам дополнить картину общую. Да, и да. Ну вот, как раз к вопросу о разрешающей способности, когда там кабина, пилот, там смотрят, может быть, действительно не стоит всю кабину прорисовывать тот и тот, да, и как вы говорите по айтрекеру, уже на крайнюю часть прорисовывать, тогда это сколотит хуже ресурсов. Я тут за 3D-движки отвечу, да, потому что вы видите, это рендеринг, о чем мы говорили, что ямковый рендеринг, он как бы у всех используется, но он лагает, потому что айтрекинг плохо работает почти у всех, и у вас еще дополнительный источник, мутотени, ну и если говорить про авиацию, то здорово, конечно, разговоры такие идут, ну и хочется, чтобы появились такие шлемы, которые можно будет применять в авиации, сейчас нет ни одного, который бы прожил застретификацию по чесноку, потому что они все с лагом, они все через них через них не проблема шлемов, это проблема устройств ввода, вы не видите своих рук, и как вы будете тренировать пилот, который не видит своих рук, это очень большой вопрос, поэтому движение в том направлении идет, но еще не сразу будет пока что. Еще вопросы? По поводу изображения добавлю, что есть сейчас такая технология, называется Light Fill Display, которая позволяет фокусировать, делать четким ту часть картинки, в которой вы смотрите, и размывать более передний план, например, то есть, как опять же у вас в жизни происходит, за счет этого синтетичность картинки, это ощущение снижается. Спасибо за доклад большое. У меня вопрос такой, я не услышала, насколько вы по цене может быть конкурентные с Oculus и HTC, то есть, цена все-таки Одина и Соворога, и второй момент, но вы по вашим клиентам очевидно, что вы стремитесь продавать в Российской Федерации, будете ли вы выходить международную? Спасибо. Спасибо за вопрос. По цене, смотрите, в принципе, себестоимость того же Oculus, при такой массовой поставке, это около 300 тысяч штук производства, она составляет на около 100 долларов, продается он за 500 долларов. По сути, мы можем тоже свои устройства продавать по 500 долларов при себестоимости стоимостью в 250. Просто наши, как говорится, западные партнеры, они пока не хотят сбивать так цену, они пока что ждут, пока люди осмыслят, что такое VR, когда его можно будет делать массово. Поэтому, да, конкурировать можем, и по поводу массового рынка на B2C в России мы пока точно не стремимся. У нас есть в планах вообще, в принципе, выпустить массовый продукт через около полтора-два года и на азиатский рынок. У нас тут пока технические заминки, демонстрация, потому что у нас в реал-тайм будет демонстрация следующего доклада. Можно еще пару вопросов задать, если у кого-то есть. Есть еще вопросы? Отлично. Классная презентация. Мне было интересно, последние несколько лет до сих пор идет дебат, что использовать OLED, AMOLED, LCD. И мне интересно, в DOS, какая задействуется дисплейная система и еще субпиксели, как располагаются. Например, Pentile, который говорят, что сглаживает края, не так видно, алиэйсинг. Или же просто RGB. который вроде как четкость повышает. У нас LCD производство Sharp. Эти дисплеи даже еще массово не поступили в продажу. Да, там RGB. тоже бы хотелось поблагодарить за доклад. Очень интересно. Сказать, хотел, наверное, даже не вопрос задать, а просто как благодарность выразить, чтобы сделать такую действительно трудную задачу. и тогда такой вопрос все-таки как вы со всем этим справляетесь, то есть откуда вы берете силы на все это? То есть столько трудностей озвучили, но тем не менее все равно вводитесь и оставляете конкуренцию. Ну, знаете, мы просто упрямые. Наверное, это объяснение единственное, что мы эту цель поставили. Вопрос на самом деле хороший, потому что в России было уже несколько проектов аналогичных, они все закрылись. Мы вот единственные, кто остались, кто делает свое железное VR-решение какое-то. Да, тяжело, ну, не знаю, наверное, это просто упор стоит и то, что мы видим цель финально, мы знаем то, что это будет иметь спрос и мы вообще хотим сделать реально полноценную российскую VR платформу, программную аппаратную систему. Спасибо. Большое вам спасибо и желаю удачи. Спасибо большое.